Энтеровирусные инфекции называют целую группу острых заболеваний. Возбудители – различные кишечные вирусы, которые попадают в организм человека чаще всего воздушно-капельным путем, после контакта с носителем или больным. А дальше вопрос в силе иммунитета. И если он ослаблен и не может справиться с таким вторжением, то человек начинает ощущать первые симптомы заболевания уже через двое-четверо суток. Почему летом энтеровирусная инфекция? Потому что благоприятные условия для размножения этого вируса и этот вирус может находиться, да, он может находиться как на немытых руках, как на предметах обихода, так же, как я говорила, в носоглотке вирусоносителей он может находиться. Поэтому профилактика, в общем-то, энтеровирусной инфекции – это все принципы профилактики, которые неотличимы от профилактики любой кишечной инфекции. Сразу стоит оговориться, распознать энтеровирусную инфекцию человеку без медицинского образования непросто. Однако знать основные симптомы все-таки необходимо. К признакам того, что в организме появилась данная кишечная напасть, относятся классические проявления интоксикации рвота, диареи и тошнота, повышение температуры тела до 39-40 градусов, а также кожное высыпание. Но бывают и такие случаи, когда заподозрить именно энтеровирус сложно. Порой они протекают, к примеру, в форме ОРВИ или назофарингита. Большой полиморфизм, то есть многообразие клинических проявлений – один из главных поводов, как можно скорее обратиться к врачу и не заниматься опасным самолечением. Наипольной, наверное, тяжелой формой энтеровирусной инфекции является менингит, энтеровирусные астерозные менингиты, которые, в общем-то, сейчас у нас стали регистрироваться чаще. Но энтеровирусный менингит тоже начинается с повышения температуры. Температура, как правило, высокая – 38-39 градусов, выраженная головная боль, рвота. Затем присоединяются явления менингизма. И это та форма заболевания, которая, конечно, требует обязательной госпитализации. Еще одна опасность, которая, к сожалению, характерна не только для лета – это менингококковая инфекция. Бактерионоситель может и не подозревать о том, что является переносчиком такого заболевания. Однако, пообщавшийся с ним человек с ослабленной иммунной системой или маленький ребенок могут с высокой долей вероятности подвергнуться серьезной опасности. Коварность менингококковой инфекции заключается в том, что изначально никто не может ее распознать, что это какое-то специфическое заболевание. То есть воспринимают как простое простудное. То есть подъем температуры, слабость, вялость. И зачастую не обращают внимания, что следует непосредственно обратиться к медикам, пытаются самостоятельно сбивать температуру. А если вдруг это молниеносная форма, то дальнейшее развитие инфекции протекает за часы, а буквально бывает и за минуты. То есть человек резко покрывается сыпью, возникает очень быстрое развитие поражения всех органов и систем. И тогда при всей правильности тактики действия медработников уже ничего невозможно сделать. Специфическая профилактика, то есть вакцинация против данных видов инфекции пока детально не разработана. А вот список правил неспецифической защиты для обеих групп заболеваний имеет много общего. И возглавляет его тщательное соблюдение личной гигиены. Далее идут правильная термическая обработка и выбор продуктов питания. А также сокращение времени нахождения при большом скоплении людей. Особенно это касается маленьких детей. Отдельно еще раз стоит напомнить об обязательной консультации специалиста при проявлении недомоганий и схожих с выженазванными симптомов проявления болезней.